Всем привет, друзья! И это то самое долгожданное видео, которое я вам обещал в прошлом видео. И сам я тоже его ждал, что было мне интересно все подсчитать и посмотреть. Это видео будет про зарплату, про заработки. И также проведем с вами небольшой анализ по сравнению зарплата Европы и Канады. Я, конечно, пока еще в Канаде зарплату не получаю, но ориентировочно из чатов мы с вами знаем цифры. И попробуем сравнить так сейчас, как и в Европе, как и в Канаде. Или все-таки в Европе больше, или в Канаде больше. Потому что сейчас в чатах идут эти активные обсуждения, что есть ли смысл ехать в Канаду, есть ли больше ли там платят, больше ли там расходы и так далее. В общем, давайте не будем тянуть это вступление и поехали. Так, у меня тут есть парочка бумажек, так сказать, конспектов, с которых я буду вам все это рассказывать. Ну, давайте начнем с чего? С самого основного, наверное, сразу. Значит, за предыдущий 2020 год я отработал 249 дней. Это немного, я думаю, что среди вас будет много людей, кто отработали больше. То есть 249 дней я был в трассе, эти дни мне оплачивались. Напомню вам, что почти весь год у меня было в сутки 60 евро за рабочий день. Я работаю с бочкой цистерной, с опасными грузами, кто не знает меня. Вот, значит, у меня есть подстава. Я работаю в польской фирме. Подстава, он же Акват, это я тоже чуть позже скажу. И плюс суточные. То есть каждый рабочий день, когда ты ездишь, и в выходные, когда ты вот как сейчас, например, ты спишь или делаешь все, что хочешь, снимаешь видос, ты тоже получаешь деньги. Так вот, весь год почти до 1 октября у нас было по 60 евро в сутки. С 1 октября они решили повысить зарплату. У нас стало 70 евро в сутки. И бонусами еще можно заработать 80 евро в сутки, если ты выполняешь два условия. Это расход у тебя, топливо хороший, и пробег большой, больше 11 тысяч. Если у тебя 11 тысяч, ты получаешь 100 евро в месяц. Если у тебя 12 тысяч, ты получаешь 150 евро в месяц. Это вот все было с 1 октября. То есть за 249 дней, как я уже сказал, я отработал. Вот я был в трассе, и с выходными, со всеми днями, за которые я получал деньги, получилось 249 дней. Кстати, только сейчас подумал, интересно, я сейчас еще посчитаю, и тоже включу это в видео, потому что из этих 249 дней, по факту я получил деньги за все 249, но работал-то я меньше, потому что в воскресенье я вообще никогда не ехал, всегда стоял. И в субботу, ну 50% или даже меньше, суббот я тоже стоял. Как, например, вот сейчас там, когда ты компенсацию стоишь, или когда ты в субботу просто не едешь, потому что нет необходимости. Это я сейчас тоже включу. В общем, друзья мои, погнали. Как я сказал ранее, я получаю акват, подставу, так называемую, в Польше. Ее я получаю и когда я дома, и когда я в трассе. Ну там, когда ты дома, что-то тоже срезается частично, немножко. Плюс ты получаешь, там какая-то есть в Польше хитрая система выходных и рабочих дней. У тебя есть выходных определенное количество в год. В общем, я вас не буду этим грузить, плюс я сам не до конца в этом разбираюсь. Но по факту полную сумму аквата получаешь только до августа. И начиная с сентября ты получаешь чуть-чуть обрезанную сумму. В общем, за целый год, за 249 дней работы подставы я получил 6264 евро. Ну я их получал в злотых, но я уже вам перевел, чтобы было проще воспринимать информацию. 6264 евро. При этом суточными я получил, вот то, что я ездил по 60, потом по 70 в конце, я получил 15625 евро. В сумме мы можем с вами сложить, и это будет 21889 евро за весь год, за все 249 рабочих дней. Из них, из 249 рабочих дней, 39 по новой ставке и 210 по старой. Мои 249 дней сопоставимы с людьми, которые работают 5 через 2 с графиком. 5 дней работают и 2 дня в выходные, то есть дома. Ну, 5-дневка так называемая, либо с водителями, которые работают тоже 5 через 2. Почему? Потому что я посчитал за 2022 год, такие люди, кто работали 5 через 2, они отработали 255 дней. У меня 249, тут 255, чуть побольше даже они работали. То есть у меня совсем не так уж и много рабочих дней получилось. Итого, за целый весь год, мой один рабочий день в трассе, цена моего одного рабочего дня в трассе составляет 88 евро в среднем. Так, и еще, ребята, одна важная вещь, тоже вставлю это куда-нибудь в видео. Значит, если это разделить на месяцы отдельные, это будет 1800 с копейками в месяц, получается, если разделить на весь год. И точный пробег неизвестен, сколько именно тысяч километров я сделал. Ну, там у шефа записано, но сейчас выходные, что-то никто не отвечает, я уже не буду затягивать за этой информацией. Я примерно прикинул, то есть если по 10 тысяч в месяц взять и на 249 дней перевожить, то это получится 89 тысяч. Но у меня, я думаю, 85, потому что были месяца, как вы помните, в моих сериях, кто видел, там были простои и так далее. То есть не каждый месяц получалось 10. То есть в декабре у меня, например, было больше 11, а там в каком-нибудь октябре, например, могло быть и 8. То есть я думаю, что у меня где-то 85-86 тысяч километров примерно за это время пройдено. И теперь давайте попробуем сравнить это с Канадой. То есть у нас есть с вами данные мои за год, и теперь мы попробуем их перевожить на Канаду. В Канаде часто график работы отличается в худшую сторону. То есть люди меньше отдыхают, чем в Европе, но чаще бывают дома. Хотя это опять же зависит сильно от того, кто насколько хочет быть семьей, и кто насколько хочет заработать побольше денег. Тот же Юра, например, но у Мэтт часто рассказывает, что он мало там работает. А есть кто-то, кто набирает кредитов и вообще там из трака не вылезают. В общем, как вот я лично понял, такой график, не то чтобы средний, но такой прямо мощный, кто работает. Это 4 дня в месяц у них выходных есть, не считая день приезда и день отъезда. Это такой именно жесткий график. Есть чуваки, которые каждые выходные дома тоже там приезжают в субботу-воскресенье дома, и такое есть. То есть если человек, берем человека, который 4 дня в месяц только дома, то у него получается 318 рабочих дней в год. Давайте возьмем, что у нас водитель будет, по крайней мере, в начале, пока он приехал. У них семья, у него расходы большие, нужно работать, чтобы все покрывать билы, ренты и все остальное. И он работает у нас вот с таким графиком. У него 318 дней в году будет рабочих. Все ребята сейчас в чатах, кто уже в Канаде, сходятся к тому, что зарплата чистыми у водителя в Канаде сейчас, поначалу, когда он только приезжает, от 4 до 5 тысяч канадских долларов. Даже есть у кого меньше 4, там 3 800 и так далее. Но давайте мы возьмем просто 4, как точку отсчета, вокруг которой мы посчитаем. То есть 4, это получается не супермного, не 5, ну и не совсем 3 800. То есть, если вы хотите, вы там уже пересчитаете. Итого получается, если человек получает 4 тысячи в месяц, соответственно, в год это 48 тысяч канадских долларов. Это уже чистыми. И при этом, также все ребята говорят о том, что есть возврат налогов в Канаде. Всякие там бенефиты мы сейчас не будем учитывать и так далее. Но мы возврат налогов посчитаем, это где-то 10 тысяч долларов. То есть, это уже будет 58 тысяч канадских долларов. Если бы я в Европе отработал 318 дней по 88 евро, которые я зарабатывал в 2022 году, у меня получилось 27 984 евро. Или в переводе на канадские доллары 40 656. 40 600 против 58 тысячами с возвратом, если. То есть, разница получается где-то в 50%. То есть, в Канаде заработок на 50% больше будет, чем в Европе. Но насколько расходы больше того же у каждого там по-своему. Но, конечно, еда стоит, все говорят, в два раза дороже там. Аренда тоже стоит там дороже, чем в Польше. Наверное, не в два раза. Ну, хотя, смотря, зависит от города. То есть, есть небольшие города в Канаде. Там ребята даже по 1200 снимают квартиры по 1200 канадских долларов. А есть города, и там типа уже Калгари, и даже, ну, и еще там всякие более раскрученные. Типа Ванкувер, Ванкуверов, Британский Калубий, недалеко от Ванкувера. Ванкувер, это самого там вообще будет жесть. Но недалеко от Ванкувера, недалеко где-нибудь от Торонто или в Торонто. Там будет 2000 и более. То есть, аренда, конечно, гораздо больше. То есть, у меня вот получается со всеми ЖКХ и со всеми историями в Варшаве 700 евро уходит на квартиру. Ну, 700 евро, это там где-то 1000-1100 канадских долларов получится. Ну, то есть, в Канаде в этом плане будет дороже, конечно же. Вот. В общем, вот примерно такой расклад. Будет интересно увидеть ваше мнение в комментах по всему этому поводу. Стоит, не стоит, где я накосячил с цифрами. В Канаде, может быть, потому что я еще не там. Может быть, у кого-то в Европе получилось больше денег, или вы больше дней работаете. В общем, в любом случае, будет интересно с вами обсудить все эти вопросы. Денежные, финансовые, они беспокоят большое количество людей. Поэтому давайте обсудим. А, и еще одну вещь. Вот у меня в конце на бумажечке написано, что я проехал 89 тысяч, как я сказал ранее, километров. При этом, в Канаде, если так же перевести на эти же дни, за 249 дней, я бы проехал где-то 147 тысяч километров. То есть, почти, ну, не в два раза, но в 1.7 раза примерно ты проедешь больше. Опять же, я это высчитал из той математики, что парни говорят, в месяц нормально в Канаде проезжать 11 тысяч миль. Из этого я примерно рассчитал в среднем, сколько ты будешь проезжать в день и умножил на 249. Вот, в общем-то, такая математика. Работаешь больше, получаешь больше, тратишь тоже больше. Выводы делать только вам. Я вам благодарен за лайк, за подписку на мой канал и за любые комментарии. Подписывайтесь, ребята. Всем успехов во всех начинаниях и пока. Субтитры сделал DimaTorzok